Вопрос о развитии системы скорой медицинской помощи в Верхней Волжи рассмотрен 12 июля на заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени. В заседании принял участие руководитель фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев. Были подведены предварительные итоги работы на этом направлении и поставлены новые задачи в деле развития скорой помощи в регионе. В прошлом году Тверская область в числе первых регионов Центрального федерального округа завершила централизацию системы скорой медицинской помощи. Функционирует единый диспетчерский центр, где организован прием вызовов из крупных муниципалитетов. До конца этого года запланировано стопроцентное включение в единую систему вызовов из всех районов Верхней Волжи. Все это позволяет повысить оперативность службы, сократить время прибытия бригад к пациентам. Важную роль играет и оптимальная локация медучреждений. Сегодня все-таки на первый план выходит скорость оказания скорой помощи, медицинской помощи при транспортировке людей. Поэтому при наших расстояниях, когда в пути находишься или может находиться человек полтора-два часа, это очень большое время. За это время могут пройти необратимые изменения в организме. Поэтому мы все-таки пока смотрим на модель, когда большее количество учреждений будет оказывать услуги по скорой медицинской помощи. В настоящее время в регионе ежедневно работают не менее 110 экипажей скорой помощи. В прошлом году в условиях пиковых нагрузок из-за пандемии коронавируса медики обслужили более 420 тысяч вызовов. Это в среднем 1150 в сутки или 48 звонков в час. В планах дальнейшее развитие сети вертолетных площадок в муниципалитетах. В первую очередь в крупных городах области. Ржеве, Беженске, Вышневолочке, Киморах. Кроме того, рассматривается возможность межрегионального сотрудничества. Когда в случае необходимости можно будет доставить жителей Верхней Волжи в Новогородскую область и Валдайский центр. Мы подготовим. Магим Михайлович берется за это тоже. Значит, здесь у нас. Я только что переговорил с председательным комитетом по здравоохранению. И списался с фуберством. Вот. И пройдем выездное заседание. Специалистов пригласим. Посоветуем с вашими соседями. С нашими соседями из региона. Это общая задача. В Тверской области принимаются меры и по укреплению кадрового состава. В службе в настоящее время трудится более полутора тысяч специалистов. В прошлом году увеличена зарплата. Открыто специализированная кафедра в медуниверситете. Активизировано трудоустройство выпускников после прохождения практики. Внедрены стимулирующие выплаты. Региональная надбавка малым специалистам в размере 50% от оклада в течение первых трех лет работы. Предоставляются участки для строительства домов. Все эти шаги высоко оценили в том числе и эксперты, которые особенно отметили роль губернатора. Спинальная травма, черепно-лицевая травма, тяжелые ожоги. Это все требует быстрой и правильной эвакуации. И вот для того, чтобы эту задачу решить, произошла централизация в Тверской области. И нужно сказать, что самое главное, что для меня, я сделал вывод, что всю эту проблематику везет лично губернатор. Попутно активно идет техническое обновление. За последние пару лет в регион поставили 81 машину скорой помощи. В текущем году планируется закупка еще 13 единиц. Кроме того, предусмотрено приобретение важного оборудования. Аппаратов ИВЛ и ЭКГ, пульсоксиметров, рециркуляторов, дефибрилляторов и другой медтехники.